Начало пожароопасного периода стало одной из тем на традиционной планерке главы района. Начальник пожароохраны Сергей Серебряков доложил Алене Сокольской. Из 69 выездов пожарных за выходные 42 были на возгорание сухой травы и мусора. Наибольшие такие случаи, которые вызвали опасения, это 27-го, это деревня Бапивина. Горел торф и трава, угроза распространения на соседнюю СНТ. Трех день от травы сгорел деревянный щитовой сарай, забор, деревня Раздолье, горели бытовки. В некоторые деревни огнеборцы выезжают уже по несколько раз. По словам главпоселений, работу на местах они начали. Облажку выполнили по осени, то есть она довольно-таки в нормальном состоянии. Будем попозже, второй раз. Мы уже проводили сходы, в Саньково проводили сходы, тоже также раздавали. Там создали еще жителей дружину, передали им мотопомпу, передали им инвентарь для такой необходимости, если вдруг, не дай бог, возгорание. Рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям распорядилась Алена Сокольская в случае на поселке 31 октября. В воскресенье вечером сильным порывом ветра снесло крышу надземного перехода. К счастью, обошлось без жертв. Город ангелом хороним, и слава богу, да. Вот других слов нет. Мы с Владимиром Александровичем были на месте. И представить тема, что перекрестились просто, поверили не в чудо, а в бога, что называется. Поскольку действительно, что говорят, представляете, да. То есть по всему периметру все это срывается, несется вниз. На планерке затрагивались темы ЖКХ, должников по транспортному и земельному налогу, ситуации по заболеваемости в районе. Алена Сокольская поблагодарила всех, кто принял участие в прошедших субботниках.